сегодня 12 марта зимая пшеница сорт бирюза предшественник горох норма высева где-то четыре с половиной миллиона целом посев хорошо выглядит ровный есть пятна где поработали мыши жили мыши но этот участок тоже восстанавливается то есть он не критичный это целом вполне нормально имею ввиду что он восстанавливается то что в этом году были мыши тоже нормально зима была мягкая вообще для всех было мягко и для зимых и для яровых местами даже яровые перезимовали имеют упадали ци яровой пшеницы активности пока еще такой вот корневой пока не наблюдается но я думаю что не сегодня так завтра она будет кущение здесь где-то в пределах двух трех черви уже во всяком случае активизировались почва здесь хорошие здесь чернозем выщелочный здесь не прямой посев здесь была предварительная обработка был улучшение я думаю затем было еще выравнивание потому что влаги в почве было достаточно и плюс это предшественник он горох сам по себе созревает рано и до сева от уборки до сева обычно от 40 до Да, где-то так. От 40 до 45 дней есть для того, чтобы подготовить участок. В нашей климатической зоне, во всяком случае, так. Вот так выглядит сорт азимой пшеницы Беруза. В целом сорт неплохой. В моей практике где-то мы получали, я помню, в 2014 году максимальную урожайность по этой пшенице. Обычно этот сорт по клейковине на 20% может превосходить другие сорта. В 2014 году мы получили урожайность 74 центера. Мы, наверное, сеяли тогда Березу первый раз. И как бы были сомнения, потому что вообще говорили, что этот сорт не урожайный. На самом деле он и урожайный, и еще может давать относительно качественное зерно. Ну, в разрезе, конечно, с урожайностью. Потому что обычно пшеницы, которые дают меньше урожая, они лучше себя проявляют в качестве. Вот так он выглядит, этот сорт. Поле относительно выровненное, ровное. По, я имею в виду, по цвету. Выпадов практически нет, выпады только связаны с мышами. И то эти участки уже начинают восстанавливаться. Так что ничего страшного. Все хорошо, тепло приходит. Хотя, возможно, что оно будет не такое длительное. Будет похолодание. Но это уже для зимы будет не страшно. Потому что там не такие серьезные минусы ожидаются. Все же весна. Продолжение следует...